Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не забывайте про кнопочку лайк, поскольку она очень мотивирует меня записывать новые ролики. Конкретно сейчас вы смотрите видео из серии видеокурсов, которая называется Винтик. Профессия верстальщик сайтов. Призываю вас перейти по ссылке, которая находится в описании к ролику и изучать этот видеокурс непосредственно на сайте школы. Почему? Потому что на сайте школы, во-первых, у вас будет личный кабинет, во-вторых, на сайте школы у вас не будут раздражающие рекламы, которые есть на ютюбе. Третьих, на сайте школы у вас будут интерактивные экзамены, которые вам нужно будет сдавать. Дальше, на сайте школы у вас будут дипломы, они, собственно, выдаются по окончании этого курса. И самое интересное, что дипломы хранятся, у вас будет ссылка на диплом и вы сможете поделиться им, например, на фриланс биржах. По этой причине, ребята, не забывайте переходить по ссылке и смотреть данный видеокурс конкретно на сайте, чтобы все это дело было у вас в одном месте. И самое важное и интересное, что на сайте к этому конкретно курсу привязан форум, где вы совершенно бесплатно можете общаться с другими учениками, которые также проходят этот мини-курс для верстальщиков сайтов. То есть это курс для самых маленьких, которые только начинают верстать свой путь. Все абсолютно бесплатно, это бесплатный курс, переходите, а мы начинаем видео. Приветствую, дорогие друзья, как ваши дела? Мы начинаем очередной урок. В этом уроке по HTML мы будем изучать списки. Списки в HTML бывают двух видов, нумерованные и ненумерованные. Давайте первым делом определимся, как их создавать, а потом решим, и я вам расскажу, для чего они обычно используются в наших сайтах. Итак, чтобы создать список на HTML, нам требуется два тега. Первый тег это ul, то есть он открывающий и закрывающий. Это наш родитель, наш контейнер. И внутрь нашего родителя мы, собственно, вставляем тег li, и тег li, собственно, отвечает за один айтем нашего списка. То есть первая строка, грубо говоря, нашего списка. И давайте зайдем в значение 1. Сохраним, перейдем на нашу страницу, обновим. И что мы видим? Мы видим список, который состоит из одного значения. Когда нам нужно больше значений добавить, собственно, здесь все интуитивно, мы добавляем еще одну лишку. Вот таким вот образом. Со значением 2, например. И так далее. Нужно несколько лишек, можем их продублировать. Чтобы в Sublime продублировать, мы нажимаем комбинацию клавиш Option, Shift и стрелочку вниз на клавиатуре. Видите? Он нам дублирует строку, которая у нас активна. А активна там, где находится курсор. Вот этот вот ползунок нашего курсора. Собственно, вот таким вот образом я себе создал 5 строк. Только отредактирую быстренько здесь текста. Чтобы индексы соответствовали. Сохраню и перейду. Сюда, собственно, мы видим список из 5 лишек. И это у нас список All, он же именуется как ненумерованный список. Почему ненумерованный? Потому что у него нет 1, 2, 3. Нумерация у нас, собственно, которая есть, это наша контентная, да? Но ненумерация вот здесь слева. Поэтому он ненумерованный список. А как же создать нумерованный список, если его вообще можно создать? Конечно, можно без проблем. Для этого нам предназначен второй тег. Это тег All. Собственно, мы заменяем тег All на тег All. Внутри все абсолютно то же самое. Ничего не меняем. И смотрим, что у нас происходит. У нас идет уже непосредственно нумерация слева. Замечательно. Теперь, собственно, мы знаем 2 тега, да? Тег All, тег All. Внутри ник всегда должны быть лишки, которые отвечают непосредственно за один элемент списка. Теперь, когда нам нужно сделать вложенный список? Как нам поступить? Очень просто. Например, мы должны определиться, куда мы его будем врезать. Например, вот в этот. Во второе значение, да? Значит, очень важно. Сейчас слушайте внимательно. Чтобы врезать вложенный список, мы должны его врезать перед закрытием нашей лишки. То есть, вот сюда. Здесь я добавляю себе перенос строк. И добавляю себе новый список. Вот таким вот образом. Вот, например, вот так. 1 и 2. То есть, смотрите, что я сейчас сделал. Я врезался новым списком внутрь лишки. Но очень важно именно перед закрытием ли. Почему? Потому что новички очень часто делают вот так. Вот хотят врезаться сюда куда-то, да? Между троечкой и четверочкой. И ставят вот такой вот список. Но это совершенно неправильно. Такой список вызовет нам не то, что нам нужно. Поэтому будьте внимательны. Врезайтесь в нужное место. И давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот что у нас происходит. Идет врезка конкретно в значение 2. Более того, мы не лимитированы вот этими вложенностями. Мы можем делать столько вложенностей, сколько нам влезет. Например, я могу вот сюда еще вложиться. Только здесь внимательно следите за табуляцией. Видите, он разносит нам табуляцию и неудобно читать. Чтобы код был удобно анализировать, читать, всегда при открытии какого-то тега, если внутри у него следует другой тег, вы обязательно добавьте табуляцию. Собственно, вы уже видите, да? Я вот табом работаю и двигаю код туда-сюда, чтобы все структурировано было вот так красиво. И так четко видно. Лишка открывается, лишка закрывается. Внутри, собственно, вот такой вот код. И так далее. Давайте еще одну вставлю. Вложенность. Вначале вам будет сложно следить за этой вложенностью, но очень быстро к этому привыкаются. И давайте посмотрим, вот сколько у нас вложенностей. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, четвертый уровень. Замечательно. Дальше. Эта вложенность работает не только с нумерованным списком, так же и с ненумерованным. Например, если я поставлю улки здесь и здесь, например, да? Давайте глянем. Что у нас происходит? Ненумерованный, ненумерованный, а дальше остается нумерованный. О чем это говорит? Это еще говорит о том, что мы можем между собой комбинировать эти списки. То есть вставлять ненумерованный внутрь нумерованного, либо вставлять нумерованный внутрь ненумерованного. Все как вам захочется, как вы пожелаете. Замечательно. Дальше. Теперь небольшой совет, чтобы вы для себя понимали. Как только вы создаете себе список, например, all, четко понимаете, что внутри у вас обязательно будет лишка. То есть у вас здесь не будет, например, вот так вот ссылки. Тег а это тег для ссылки. Либо не будет вот так вот абзаца, тег, который мы учили в прошлом уроке. У вас обязательно каждый вот этот элемент должен быть лишкой. То есть внутри списка all у вас сначала открывается тег li. И только потом внутри тега li вы можете себе ссылки поставить. Вы можете себе вместо ссылок абзац поставить. В принципе, все, что вам угодно, вы можете ставить, но имейте в виду, что только внутри тегов li. Иначе ваша верстка будет считаться невалидной, то есть выполненной неправильно, не по стандарту. В принципе, по спискам все понятно, здесь не сложно, здесь все элементарно. Теперь давайте разберемся, где обычно применяются вот такие вот списки. А обычно они первое. Ну, чисто визуально понятно. Если у вас статья и там какой-то нумерованный, либо ненумерованный список, вам нужно его выполнить, вы выполняете вот таким вот образом. И он четко виден, что это список. Дальше вот возникает вопрос, а вот эти шарики, кругляшки, отступы, кто за них отвечает? За них отвечает наш браузер. И в каждом браузере они разные. То есть это некие стили по умолчанию для списков, для тегов. У каждого браузера они свои. Дальше, когда мы будем учить CSS, мы поймем, как их обнулять, как их менять. Но сейчас понимаете, что если вы тестируете в другом браузере, например, Firefox, у вас визуально могут они отличаться. То есть будет отступ либо поменьше, либо шарики вот эти будут другие. Не пугайтесь, это стили браузера по умолчанию. Это на этапе практики все обнуляется и везде становится одинаково. Второе. Где же применяются еще эти списки, кроме как контент наших статей? Очень просто. Например, у нас есть навигация на сайте. Видите, вот здесь три пункта навигации. В подвале может быть. Вот, например, вот эти иконочки. Вот эта навигация, например. Вот когда у нас есть некий список элементов, они заключаются у нас в такие вот списки. Давайте посмотрим, что мы видим. Конечно, здесь больше кода на HTML класса. Мы еще не учили вот эти атрибюты. Но уже четко видно. Да, есть тег ул открывающийся. Дальше есть тег ли, тег ли, тег ли, тег ли. Замечательно. Дальше, что мы здесь видим? Мы здесь видим спан внутри тега ул. Но это не рекомендуется. Это неправильно, ребята. Здесь нужно выполнить лишку и этот спан перенести конкретно в эту лишку. Вот это не валидная верстка. Так вам не следует делать. Я специально открыл этот пример, чтобы продемонстрировать, что чисто физически оно работает. Но сам как бы сайт, он считается не валидным. То есть роботы видят вот этот косяк и для пользователя он отображает здесь все ровненько. Но нужно это дело все-таки исправить. В принципе, по списку, нумерованному и ненумерованному, все. Но урок еще не заканчиваем. Почему? Потому что есть еще один тег, относящийся к нашим спискам. Это definition list. Сейчас мы с ним тоже ознакомимся. В принципе, на практике его очень редко используем. Но тег изучить, собственно, вам надо. Пишется он таким вот образом. DL. Он тоже открывающий и закрывающий. И, собственно, все, что мы будем писать внутрь этого тега, будет его непосредственно контентом. И, например, нам нужно составить какой-то контент. Какая здесь структура? У нас здесь можно задать definition title и definition description. Делать это при помощи тегов dt. Здесь мы задаем заголовок. И дд. Definition description. Здесь мы задаем описание. Сохраним. И давайте посмотрим, что у нас на экране отобразит эта надпись. Собственно, она создает нам заголовок. И создает некое описание со смещением. Если описание было бы текстом, то смотрелось бы покрасивее. А так одно слово немножко непонятно. Собственно, вот такой вот список есть, который отвечает за разделение на заголовок и описание. Дальше, когда нам нужно вот два элемента, два таких элемента в нашем списке, нам не нужно создавать еще раз DL. Мы попросту вот сюда ниже добавляем вот эти вот значения. Собственно, мы получаем вот такую конструкцию. Выглядит это скорее как некая таблица. Но скажу вам, что на практике, конкретно я в своей практике, очень редко, практически никогда не использую этот тег. Но если вы его встретите в какой-то верстке, вы будете понимать, для чего он предназначен. Это тоже некая интерпретация списка на HTML. В принципе, по спискам у меня все. Спасибо, что досмотрели этот урок до конца. Вы большие молодцы. Всем удачи. Переходите к следующему уроку. Друзья, подписывайтесь на мой Instagram. Ссылка в описании к видео. Я каждый день выкладываю посты с полезными сайтами из жизни, которые точно вам пригодятся. Ссылка в описании к видео.